Всего два дня остается до самого главного праздника весны – Дня Победы. Жители республики ждут важного события этого дня – Парада Победы. Сегодня в Черкесске состоялась генеральная репетиция Победного шествия. За ней наблюдала Мадина Кракетова. С самого утра зарядил холодный дождь, но это нисколько не напугало участников предстоящего Парада Победы, пришедших на генеральную репетицию. Защитникам Отечества, воинам потоки воды с неба совершенно не страшны, говорят участники репетиции. Мы одинаково гордо пройдем как по брусчатке, так и по грязи. Как говорится, ни сахарный не растаем. Наши предки в свое время вообще и в дождь, и в снег, и в грязь, и пластуном ползли, и ходили, и воевали, и всегда побеждали. Потому что если бы не самопожертвованием наших предков, мы бы сейчас не стояли в этот знаменательный день. На главной площади Черкесской идут последние приготовления к праздничному дню. Устанавливая декорации и атрибуты праздника Дня Победы, уже поставили гостевые трибуны. Постепенно сходятся к площади участники репетиции. В торжественном прохождении, посвященном 9 мая, примут участие подразделения оборонных и правоохранительных ведомств юноармейцы. Радует то, что количество отрядов юноармейцев, с каждым годом наше торжественное прохождение увеличивается. На сегодняшний день уже в прохождении участвуют и молодое поколение нашего казачества, и колледжи, технологические колледжи МЧС. В принципе, все организовано. Для меня это огромная честь, как и для всех ребят. Мы считаем, что участие в параде, пускай и небольшом, на площади главной городской нашей республики, это, во-первых, мы сохраняем память о наших дедушках и прадедушках. У меня оба прадеда погибли на фронтах Второй мировой войны, Великой Отечественной. Мы всегда рады здесь присутствовать. Надеемся, что будущий парад пройдет отлично. Проверь! Пирать! Время генеральной репетиции парада по традиции совпадает со временем начала парада 9 мая, то есть 10 часов ровно по Москве. Состоится торжественный вынос государственного флага России, флага Карачаева-Черкесии и знамени победы. Затем военный комиссар Карачаева-Черкесии доложит главе республики о готовности к торжественному прохождению. Руководитель региона выступит с торжественной речью, поздравит ветеранов войны и труда, а также всех жителей республики с Днем Победы. После троекратного «Ура!» подразделения обороны, МВД и других ведомств, чьи так называемые «коробки» будут представлены в торжественном прохождении, посвященном 9 мая, прошли маршем по главной площади республики. Репетиция парада прошла в строгом соответствии с этим сценарием. И можно с уверенностью сказать, что в День Победы жители и гости Черкеска станут свидетелями красивого и торжественного события и еще раз почувствуют гордость за свою страну. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия.